Память всех святых Славили Бога своей жизнью И Господь прославил их после их кончины Память всех этих святых Мы празднуем в этот день Этот день также является загоним На Петров пост С понедельника у нас уже начинается Петров пост Который будет длиться до 12 июля Пост этот не строгий В течение этого поста разрешается Вкушение рыбы кроме среды и пятницы Ну и конечно Мы должны уподобляться В этом посте тем святым Память которых мы празднуем Многие говорят что вот Нам трудно жить по заповедям Божьим Потому что мы не святые Но что такое святость Вот те люди Которых мы празднуем Память которых мы празднуем Чтим как святых Чем они отличались от нас По сути если посмотреть Они были такими же людьми У них было такое же тело У них были такие же чувства Так же они видели Так же они слышали Так же они ощущали И зной и холод Так же им хотелось кушать И все что чувствуем мы И в чем нужду имеем мы Во всем этом нужду имели эти люди Поэтому внешне И по своему внутреннему устройству Они от нас никак совершенно не отличались Так же и грехи у этих людей были Но вся разница от нас была лишь в том Что они с этими грехами боролись И превозмогали их А мы отличаемся от них тем Что мы не хотим бороться со своими грехами Вот что и разнит нас от тех святых Память которых мы будем праздновать Конечно любой пост Он помогает нам достигнуть Хотя бы приблизиться чуть-чуть Вот этой святости Но и святые бывают разные Вот понимание святости Она бывает разное В ветхозаветном понимании святости Она касалась только внешней Внешней стороны Внешней жизни человека Но не касалась внутреннего Духовного устройства Достаточно было того Если человек исполнял закон Был во внешней чистоте То этот человек считался святым Но Христос разрушает Вот этот стереотип святости И он говорит Что не только внешнее соблюдение закона Должно быть Но и закон должен соблюдаться внутренне В сердце человеческом Должно быть исполнено законом крестов И вот новозаветная святость Она совершенно отличается От святости ветхозаветной К сожалению Этой новозаветной святости Не каждый человек следует Не каждый стремится быть святым Внутри себя Стижать любовь к Христову Чтобы действительно От чистого сердца Желать людям добра Желать для себя Спасения вечной жизни Единения с Богом Вот этого внутреннего Единения со Христом Внутреннее стремление к любви По часу нам как раз и не хватает А Господь говорит Что в сердце человеческого Гнездятся все грехи И в сердце человеческого Исходят злые помыслы Ложь Кража Любодеяния Прелюбодеяния Воробство Ненависть Все это исходит из нашего Человеческого сердца Оно гнездилище греха Вот именно Внутри себя Мы должны стяжать Чистоту Духовную Тогда мы будем святы Священное Писание Также скажет Что чистые сердцем Бога узрят Вот если мы очистим Своё сердце То мы Узрим Бога А без чистоты Сердечной Узреть Бога И постичь Его Понять Его Невозможно Господь Обличает Фарисеев Обличает Вот этих Ветхозаветных Праведников Которые Стремились Исполнить Только закон Внешний К сожалению В нашем храме Вот В настоящее время Очень много Тоже фарисейства Люди Которые стремятся Исполнить закон Внешний Но внутренний Оставаясь От него далеко Есть люди Которые Выполняют Молитвенные правила Постятся Не нарушают Ни одного Из постов Которые Назначены Церковью Но к ближнему Своему Остаются Жестокие И немилосердные Когда случается Оказать помощь Своему близкому Даже может быть Родственнику То бывает Что человек Относится к нему С пренебрежением Ставая В оправдание Себя Что вот Нужно Богу Якобы угождать Более Нежели Своему Ближнему Человеку А ситуации Бывают следующие Допустим Стоит человек На молитвном Правиле Исполняет Свои домашние Келейные Правила Вычитывает Утренние Или вечерние Молитвы И вот Кому-то Из его Знакомых Или родственников Нужна срочная Его помощь Или Заболел Нужно может быть До больницы Отвезти Или Что-то еще Случилось Но множество Может быть Проблем По которым Вдруг Незапно Понадобится Наша помощь И вот Этот человек Говорит Я не могу Тебе сейчас Помочь У меня Вот сейчас Должен совершить Молитвенное правило Или сейчас Мне нужно Идти на службу Ради такого Дела Ради Милости Которую Мы должны Оказать ближнему Мы можем Оставить И свое Молитвенное правило И можем Пойти Помочь Человеку Который Просит у нас Помощи Даже если Будет ущерб Нашей духовной Жизни Потому что В общем-то Никакого-то ущерба И не получим Мы здесь Это и есть Закон Исполнение Заповедей Божьей По помощи Ближнему своему Выше Всех сражений И жертв Мы должны Любить своего Ближнего Ведь Господь Все заповеди Весь закон Сводит К одной Единой Он говорит Возлюби Господа Бога твоего Всем сердцем Своим Всем разумением Своим И ближнего своего Как самого себя Вот весь закон Поэтому мы не должны Ставить свои Молитвенные правила Посты Выше Тех людей Которые находятся Рядом с нами И вот Когда мы понесем Подвиг Поста Тем более Посты Не строгий Мы должны Про это помнить И не уделять Своих ближних Не обделять Их вниманием И вот если мы Хотим приблизиться К святости К настоящей К истинной святости То мы прежде всего Должны Увидеть Свои грехи Может быть Это звучит Немножко Непонятно Как это Можно приблизиться Святости Увидев Свои грехи Ведь вроде бы Грехи наоборот Отлучают человека От святости Но свят не тот человек Который безгрешен А свят человек Тот Который борется Со грехом И вот Умение Видеть Свой грех Свои грехи Это есть первый путь На пути К святости И когда Грехи для нас Станут наши явными То Ясное дело Мы с ними Можем и бороться А если мы Начнем борьбу Со своими грехами То С помощью Тех святых Угодников Которые Представят Предпристолом Божиим И возносятся нас молитвы Мы можем Эти грехи поборать С помощью Христова С помощью Божию Можем эти грехи Превозмогать И Сопричисляться К лику Той Небесной Церкви Церкви Торжествующей И Быть Наследниками Царства Небесного Царства Божия Спасибо вас Господи До свидания